ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег Кривой из Тернополя бодибилдингом занимается всего три года, но уже значительно в нем преуспел. В 2016-м спортсмену не хватило всего одного балла для победы в абсолютной категории на знаменитом турнире Арнольд Классик. Зато стал лучшим в своем весе – 85 килограммов. И теперь знает, к чему стремиться. Шварценеггера видел, только он награждал уже только абсолютного победителя. Ну, ничего, в следующий раз, я думаю, он наградит и меня. На европейскую версию Арнольд Классик в Барселону Олег поедет лидером сборной. Однако отбор у специальной комиссии ему предстоит пройти наряду с другими претендентами. Это сепарация мышц, то есть разделение, как они разделяются, сухость мышц, то есть того, чтобы не было наличия жира, а также объем и пропорциональность тела. То есть тело не должно быть развито, там одни мышцы развиты, другие нет. Все должно быть очень гармонично и красиво. Именно красота и гармония привлекла одесситку Наталью в этот вид спорта. Бывший бухгалтер, теперь звезда женского физика, чемпионка Европы и призер чемпионата мира. А началось все с картинки в журнале. В свое время, еще в школьные годы, увидела, моряки привозили журналы, в которых были культуристы. Я когда увидела тела красивые, я в жизни такого не видела никогда. Я не могла понять, откуда такие люди берутся. Потом прошло, наверное, лет 10, если не больше, когда у нас уже появились тренажерные залы. Я уже поняла, что, видимо, где-то вот тут вот такие люди и производятся. В декабре Наталья планирует выступить на женском чемпионате мира во Франции. Мужской мундиаль пройдет в начале ноября в Испании. Украинцы будут выступать в разных категориях и дисциплинах. Мужской бодибилдинг, у нас есть фитнес-бикини, у нас есть менс-физик, достойные ребята, которые показывают хорошие результаты. Поэтому мы, как вся федерация, мы, конечно, хотим, чтобы в каждой номинации, в каждой категории были наши чемпионы, и чтобы гимн Украины звучал с каждым награждением. Просмотр спортсменов в сборную комиссия начала с самой красивой категории – фитнес-бикини. Как оказывается, и совершенству есть предел. Елена Дидуха, особенно Петр Галка, ЮЭй Ти Ви, изъяна в претендентках не заметили. Редактор субтитров А.Семкин